Недавно прошел фестиваль игр Steam, во время которого можно было попробовать демо-версии множества будущих VR-проектов. И сейчас мы попробуем найти в этом вонючем омуте что-нибудь годное. Антипризм. Это шут-им-ап, жанр, который был популярен еще во времена моей молодости. То есть на Денди, Сега и любим многими до сих пор. Виртуальная реальность, в свою очередь, дает возможность управлять одновременно двумя кораблями при помощи движений собственных рук. Метко стрелять и уворачиваться от десятка снарядов за двух персонажей сразу — это взрывает мозг. В демке не было музыки, что, конечно, для такой игры сильные упущения. Но это же демка. К тому же непонятно, насколько это будет разнообразно и увлекательно. Думаю, на релизе будет крепкий среднячок. Позалипать на пару вечеров. Баттл Блокс. Это Тетрис, где знакомые фигуры не ложатся в плоскость, а ты сам укладываешь их в объемный столб 4х4 кубика. Рассчитанная на соревновательный PvP мультиплеер, на киберспорт. Хоть и маленькая, но красивая и проработанная игра, обладающая одним минусом. Если уж за бесплатно никто не захотел со мной играть, то и за деньги после выхода не будут. А значит, если у тебя нет среди друзей фанатов Тетриса со шлемом виртуальной реальности, то и получить удовольствие от Баттл Блокс у тебя вряд ли получится. Баттл Тайленд. Рогалик в темно генерирующихся подземельях и на аренах со скелетами и гоблинами. Выделяется отличной боевкой, где и рубить нужно, и уворачиваться, и атаки парировать, и применять магию, и прокачивать способности. Много видов оружия, врагов и боссов. Эх, если бы все это была полноценная настоящая игра, то это был бы хит. Но мне почему-то кажется, что это очередной конкурент Блэйд энд Сорсери, но с нормальной физикой рук. Причем мне реально понравилась демка Баттл Тайленд. Держу кулачки, чтобы на релизе это не оказался проходняк. Блод Бласт Виар. Это игра о том, как я пришел на перестрелку в анус. И у меня только один вопрос, откуда в жопе у этого человека столько красных таблеточек? Он что, фармацевт? Ну да ладно, стоишь на месте, в правой руке у тебя оружие, которым нужно стрелять в черные бактерии и вирусы, а влево ракетка, которую нужно отгонять лимфоциты. Как бы, чем больше вирусов победил, тем больше очков заработал. Стреляешь в эритроциты, очки теряешь. Вот такая веселуха. Причем все это еще и в раннем доступе. Ну ладно, я могу понять, когда навороченный комплекс на игре нужно время, чтобы обрасти механиками. Как, например, Тарков или Раст. Но когда это инди-проект, сделанный одним студентом на Юнити во время стужировки, ну, такое. ХЗ, какими протонами я его кормил, но котяра у меня вымахал здоровенный, сука. Бульдогов во дворе гоняет. А это Бумбокс, ритм-игра о приключении меня с котом. Мы куда-то катимся, а главный герой лупит в это время по барабадам в ритм музыки. И хоть графон отталкивающе примитивен, такие игры полностью компенсируют геймплеем. К тому же, судя по всему, разработчики хотят сделать для каждого трека разное окружение. Всем фанатам пофлексить в битсейбер рекомендую добавить в список желаемого. Хоть Бумбокс и собралась выходить в раннем доступе Steam, мне очень понравилось. Это, я так понял, юбисофтовская Skull & Bones, которая, судя по графону, запущена не на компьютере, а на картошке. Нам предлагается стать самым лютым капитаном парусного корабля во всем Карибском море. Захватывай форты, грабь кору в ванны, сражайся на море и бери на абордаж, а также торгуй, нанимай команду, гладь собаку, прокачивай свой флот. По демо-версии не совсем понятно, будет это хорошая игра или нет, но думаю, без русского языка будет туго. А я всё мечтаю о том, чтобы Microsoft добавила виртуальную реальность в Sea of Thieves. Crystal Riders VR Кооперативное приключение до четырёх человек. Выбирай молот, пистолет или лук, кастомизируй себя и оружие, и вперёд убивать кристальных чудиков в средневековых замках, чтобы найти сокровища. Не самая плохая демка, но не очень хорошо себя показала в плане оптимизации, что можно простить демки. Но в целом оставила скорее отрицательное мнение, потому что в онлайне я никого не нашёл, а одному в неё не очень весело играть. Draco Ducks Игра про дракончиков, у которых разные способности. Например, Спайро умеет драться, а Красный Дракоша умеет ходить по указке. Впрочем, в демо его функция ходить не работала. Вот когда игра релизнётся в раннем доступе Steam, ходить скорее всего можно будет. Ну, а пока Avast принял эту игру за вирус и удалил. Я решил погуглить разработчика этой игры. Жимон Шикора. Наверное, это он, ну или кто-то из этих ребят. Похвален, что человек ещё не умеет ходить на горшок, а уже кодит на Юнити. Fake Racing Незамудрённая гонка с аркадной физикой в графическом пиксельном стиле монохромных дисплеев, которые неплохо выглядят на мониторе, но теряют свой шарм в виртуальной реальности. За стиль ставлю однозначно плюс, за всё остальное, ну, даже не знаю. Это первая гонка, где мне впарили распил, на котором я уехал в закат. Ну, гонка и гонка. Каких-то суперярких эмоций не вызвало. Ну, а и плохого подымки не скажешь. Forest Farm. Это типа Старди Уэлли, но без пещер, других жителей, загадок и приключений. Всего того, за что люди любят Старди Уэлли. Только садоводство, копай, сажай, деревья руби, перерабатывает древесину в кексики. Блин, какие-то кексики. Кексики. Кексики, вы куда? Блин, кролики поели все кексики. Кролики. Что? 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 Что за черня? Форест Фарм это игра для тех, кто зимними вечерами грезит о даче. О том, как в плюс 35 будет копать огород, собирать колорадских жуков, вечером бухать, утром на рыбалку. Правда, тут если схватить рыбу руками, то все. ГГ. Местные окуни отгрызают кисти и кружатся с ними в диком танце. И только перезапуск пришьет их на место. Короче, какая-то туфта забагованная, которую АВАС тоже принял за вирус и удалил. ГОРЛС ЦИВИЛИЗАЩИН 2 ВИАР Я вообще не понял, что это, и что тут делать нужно, и зачем. Дичайше не разобравшись, я просто прошел сквозь стену и оказался в городе анимашных дамочек в рваных трусах. Но что бы я ни делал, куда бы я ни подался, местное население начинало меня гасить толпой. В итоге я сбежал от них на корабле, но, не справившись с управлением, убился об скалы, намазанные ядом. Тоже какая-то сбагованная бильбердайва. Джампс Виар Аркадушка и платформерик, который, как можно понять из названия, про прыжки с острова на остров. Из ассоциации на ум приходят всякие супер-мидбои или селесты, но от первого лица и в виртуальной реальности. Где-то должен пройти трассу идеально без ошибок, именно так, как задумал разработчик, не пропустив ни единого усилителя. Если бы я любил игры, где один уровень нужно дрочить по 50 раз, я бы однозначно ждал эту игру с нетерпением. Но, признаю, годнота. Следующая игра — Monster Collector. Это походу фанаты Monster Hunter решили сделать свой Blade & Sorcerer, но про убийство в основном мифических существ. По крайней мере, ублюдская физика, когда руки тебя не слушаются и болтаются, как желейные сосиски, перекочевала именно из Blade & Sorcerer. По демке трудно составить картину, насколько в итоге получится интересная игра. Потому что тут и игры пока нет. В демке только тестовая зона, в которой можно зарубить трёх монстров при помощи нескольких видов оружия. Что ж, в полку дебильных VR-арен из раннего доступа пополнение. Ликуйте фанаты. Now Very Big Goblins — это Tower Defense. Возможно, Orc Must Die, ну или скорее Goblins Must Die для VR. По нескольким линиям идут агрессивно настроенные темнокожие гоблины с целью разрушить памятник золотого дяди. Если это не аллюзии на недавние события в США, то значит нет, а нет так нет. Но, когда мы убиваем гоблинов, из них сыпятся золотые монеты. А откуда у гоблина монеты? Не на работе же он их заработал, а значит украл. Во время мирных погромов. На всякий случай не одобряем эту игру. Во-первых, можно строить башни и стены, мешающие волнам противников. Во-вторых, самому ты пэшиться по карте и бить с руки. Но управление говно ужасное, свободного перемещения пока нет, только телепорты. Строить неудобно, боевка примитивная. Может к релизу, если переделают вообще всё, но пока надежды не внушает. Operation Armstrong. Это игра для тусовок или может быть стримеров. И насколько я понял, одному в неё поиграть не получится. Тот, кто в шлеме, должен выполнить ряд заданий и не попасться на глаза роботом, чтобы не допустить столкновения Луны с Землёй. А друзья коннектятся к твоей сессии со своих смартфонов и помогают, открывая двери и подсказывая о передвижении противников. К тому же есть простое в освоении редактор карт и поддержка мастерской Steam. Прикольная идея, надо будет последить за этим проектом. Page One — это квест, где каждая сцена, каждый эпизод — это как будто оказаться в пузыре, на который нанесены силуэты белым карандашом во тьме, как плоская фотография в 360 градусов даже без 3D. Где нельзя ходить, можно только крутить башкой в поисках вещей, чтобы разгадывать загадки и ключей, чтобы продвигаться дальше в повествовании. Да, это такой стиль карандашный, но он скорее выглядит как халтура, которая ещё и дезориентирует. Всё выглядит одинаково, и я заблудился в трёх комнатах и не мог выйти. Очень небольшое количество людей любят подобные игры, и я не в их числе. И даже виртуальная реальность, которая способна сделать любую игру лучше, здесь не помогает. Впрочем, в Page One можно играть и без шлема. В принципе, красивое приключение, даже поначалу похожее на игру. Но плавного передвижения пока нет, и геймплея как такового тоже. Я только по лианам полазил пару раз и на пианино три ноты сыграл. А потом пришёл гигантский саксослон и спустил моей зеленоволосой подруге на лицо. Конец. А, стоп, не конец. После саксослон вернулся и похоронил её в подъезде. Конец. Ну, какой-то потенциал есть. Может, что-то интересное и выйдет. Надо будет посмотреть. SoulPath The Final Journey Что это? О чём это? Я в душе не познал. Судя по всему, это шутка. Просто представь, ты плывёшь на лодке по реке своей души, а навстречу тебе Баба Будда и древо твоей жизни. И на каждом экране загрузки цитаты известных философов. Но геймплейно ты тупо кидаешься вещами. Ты такой, типа, экзистенционально высокопревознёсшийся мудрец, который бьёт стёкла гантелями, кассетными магнитофонами, колёсами от телеги. Как воспоминаниями, чтобы отбросить мирские проблемы, где стекло — это аллюзия на наше общество, которое сковывает твоё настоящее я. Как дикой птице в клетке, мешая взмокнуть крыльями и напердеть. Гениально! Только тех самых надписей не хватает. А так да, игра прошвыряния предметами — это именно то, что мы заслужили. Мы разбили все окна! Space Larpies. Змейка. Ну да, змейка для VR. Движется за контроллером и кушает вкусные мячики и кубики. От этого растёт в длину. Может даже других змеек скушать, а может и погибнуть от столкновений с ними. За прокушенную работу получают звёзды. Они открывают новые уровни. Вот ты наверняка скажешь, что за дичь на экране творится. Сейчас он её будет обсирать. А вот и не угадал. Загипнотизировала меня змеюка. Абсолютно необъяснимо, но... Мне реально понравилось. Я в неё залипал по времени дольше всех остальных демок. СВОРТ РАЙВАРИ Очень долго мир анимешников и мир элементалей был на грани войны. И страж призвал меня, дабы я вышел на битву с повелителем стихий, чтобы положить конец этому противостоянию. Нужно подбирать стихию оружия под врагов разного цвета. Например, красных нужно рубить синими, а синих — зелёными клинками. А также использовать способности. Но по факту боёвка слабовата. Такое ощущение, что по разноцветным булыжникам лупишь цветными палками и чувствуешь себя скорее глупо, нежели героически. Возможно, когда игра выйдет из раннего доступа, будет лучше. А пока не то чтобы совсем ужасно, а просто что-то невнятное получилось. ТОСС! Это платформер про обезьянку-акробатку, которая проходит небольшие полосы препятствий, прыгая по веткам высоко в облаках. По мне так херовенько регает захваты поверхности руками на высокой скорости. Вот если чуть шлифануть, то будет суперская игруля для спидранеров и тех, кто любит проходить один и тот же уровень по 20 раз, пока не получится. И для тех, кто любит яркий мультяшный визуал. Годнота! Тролль Хантер Виар Это игра про охотника на огромных лесных троллей от разработчиков Into the Radius. Сначала нужно выследить тролля по его следам ног и естественных жидкостей, вернуться к машине и, проанализировав их, определить породу чудища, выбрать наиболее эффективное оружие, а потом послать сигнал, который выманет тролля на бой. И вот тут начинается веселье. Выглядит очень многообещающе. Пожалуй, самая интересная демка, которую я попробовал на фестивале игр. Буду ждать. Ультра Импозер Леталка. Еще один шутэмап с довольно странным визуальным стилем и абсолютно неприемлемым управлением. Это полностью проект для шлемов виртуальной реальности, но целиться и изменять траекторию корабля можно только на стике. Если разработчики на релизе не добавят хоть какие-то настройки, в которых можно будет выбрать метод прицеливания на движение рук, в это просто будет невозможно играть. Ну и напоследок VR Noid. Это два в одном. Аэрохоккей, в который можно играть по сети или с ботами. И ретроаркада по типу Space Invaders, но с бонусами и даже боссами. Ну, типа, это аэрохоккей с не самой проработанной физикой меча. Ну, что тут еще сказать? Это что же получается? Обзор сразу 24 игр в одном видео. Я думаю, это заслуживает твоего уважения. А также, если не подписан, подписывайся на этот канал, а также на мою группу ВКонтакте. С вами был Медведи Водки. Это время VR, в котором мы живем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова